Чанам могло бы быть смешно, если бы предложение Трампа не оказалось правдой. Чиновники в администрации президента обсуждали передачу Гренландии Соединенным Штатам в бессрочное владение. Ежегодные выплаты могли составить 600 миллионов долларов. Эту цифру приводит газета Washington Post. Но даже идею датский премьер-министр Мэтта Фредериксон обсуждать отказалась. Дональд Трамп, конечно, поблагодарил ее за откровенность, но при этом обиженно отложил визит по приглашению королевы. Я могу только повторить то, что Дональду Трампу ответили власти острова. Гренландия не продается. Я считаю, что премьер-министр Дания выступила с неприемлемым заявлением. Она могла бы просто сказать, нет, мы не заинтересованы в продаже. Мы не можем позволить такого отношения к Соединенным Штатам. Что же не понравилось этим датчанам? Будто удивляется президент США. Он уже даже пообещал не строить в Гренландии Трамп Тауэр. Но если до этого родина Андерсона называла Трампа просто сказочником или шутником, то теперь отказ от запланированного визита сочли уже оскорблением. Поражает то, что Трамп в любом случае не хочет приезжать в Данию. Я считаю, что это позор. А вот именно гренландские политики, напротив, решили воспользоваться ситуацией и намекнуть уже датскому королевству, что о самом большом острове планеты нужно вспоминать почаще. Гренландия не продается. Жители Гренландии не хотят, чтобы их территория продавалась. Мы хотели бы тесного сотрудничества, укрепления отношения с Данией. Вне всяких сомнений, мои датские коллеги лучше бы почаще вспоминали о Гренландии. Королева Маргреты II отказ президента от визита никак не прокомментировала. Из королевской семьи высказалась только жена двоюродного брата королевы принцесса Антония. Она попыталась ответить Трампу в его же ироничном стиле, но получилось чуть ли не предложение провести референдум. Предложение о приобретении стало комплиментом для волшебной Гренландии. Ведь только желанные территории получают такие предложения. Но народ Гренландии должен сам решать свою судьбу. Население Гренландии 50 тысяч человек. Но бизнесмен Трамп видит остров лишь как 50 миллиардов баррелей. Запасов нефти на шельфе, месторождение ценных металлов, а также возможность увеличить свое присутствие в Арктике. И вот уже покупка такого актива не кажется столь абсурдной. Дональд Трамп пока не отменил свой визит в Данию. А значит, с его точки зрения торги продолжаются.